Звучит музыка Детский сад Дюймовочка ежегодно участвует в конкурсе. В этом году они решились на эксперимент. Вообще этот конкурс предразумевает возрастная категория от 5 до 7. Мы готовили детей, которым 4 года. Это очень тяжело. Я очень сильно переживала, как никогда. Хотя это не первый конкурс для нас. Но они справились, они молодцы. То есть они оправдали мои надежды. Саша Старчак и Руслан Арбузов, девочка и ангел просто покорили зрительный зал. А об ангелах я знала, что у них есть гули на руке. Можно сказать, что у них ручки вот там. Ну вообще важные. А сложно играть ангелы? Нет. Все ребята очень старались. Каждый участник выделялся своими талантами. Кто-то пел, кто-то рассказывал стихи и показывал сценки. Кто-то играл на музыкальных инструментах. А некоторые совмещали это с танцем. Да и вообще малыши ловко сплетали разнообразные жанры в одном выступлении. Конечно, все волновались. Но никому этого не показывали. Многие вышли в этот день на сцену впервые и испытали чувство первого в своей жизни триумфа. Я чувствую, что я такой главный тут один. Такой хороший. Такой первый. Такой сильный. Я звезда вышла на сцену. Я самая лучшая. Родители на протяжении всего конкурса не находили себе места от волнения за своих чат. Мы волновались, конечно, переживали за него. Да, это же все-таки ребенок. Он может и уронить, и забыть, и сам испугаться еще больше, чем мы. Ну, у него все получилось. Молодец. Молодец. Не растерялся. Все хорошо. Отлично. Мы очень рады за него. Основная цель православного конкурса – духовно-нравственное воспитание детей, сохранение национальных русских традиций, развитие творческих способностей детей. Но главное, чтобы дети нашли и сохранили в своих сердцах и душах веру. Веру в добро и сострадание. Комитет по образованию и православный центр Десногорска делает все возможное, чтобы помочь подрастающему поколению самореализоваться через подобные конкурсы. Награждение победителей и призеров состоится в течение 10 дней после завершения конкурсной программы.